Всем привет! Сегодня у нас 8 марта, великий женский праздник. Поздравляю всех своих подписчиц с этим замечательным великим днём. Погода сегодня солнечная, нереально крутая и поистине шикарнейшие просто мои покупки. Но как всегда, переходим к обзору. Особенно в конце вы увидите это всё количество и за сколько я купил коллекцию фотоаппаратов. Начинаем. Первый такой объектив. Он ставился на кинокамеры на советский Красногорск 3. Но с самой камеры, к сожалению, нет. Вот такой объективчик. За всю коллекцию я заплатил одну сумму, поэтому где-то в видео я вам скажу. Поэтому наблюдайте. Такой вот, в общем, объектив. Он сам по себе, конечно, такой немаленький, довольно-таки громоздкий, но цена его смешная, копеечная. На аукционах уходит и за 80, и за 100 гривен, и за 200. Поэтому буду, как всегда, по старинке выставлять на обычные сайты и продавать по максимальным ценам. Вот такой объектив. Это первый. А их ещё очень много. Особенно фотоаппаратов. Затем такие три объективчика. Это у нас самый стандартный, самый банальный. Индустар 26М. Самый простенький, незамысловатый. Лепестки смыкаются, рассмыкаются. Это уже радует. То, что вы увидите сегодня коллекцию, я реально уже очень давно не покупал в таком объёме с одних рук. Это где-то я брал в 2014-2015 году где-то было. Доволен просто как слон. Вы себе даже не представляете. Такой Vega 3. В общем, тоже он рабочий. Долго заострять не будем. Долго заострять не будем внимания. Так, а этот, по-моему, с какой-то увеличилки. Ну, это очень простенький, очень обычный. Кстати, друзья, если кому-то чего-то нужно, то, что вы здесь увидите, я оставлю контактный номер, и вы мне можете написать и выкупить фотоаппарат, либо объектив. Потому что я не являюсь коллекционером, являюсь антикваром, который на этом зарабатывает. Гелик 44-2. Вот такой замечательный Гелиос. И такой на него чехол. Нереально просто крутой. Дальше уже гораздо поинтересней. Олимпиада с двумя крышками Юпитер 37А 80-го года. Первые две циферки на объективе означают год выпуска. Такой замечательный объектив. Его цена где-то 800, в диапазоне 900 гривен. Можно, конечно, выставить и гораздо дороже, но у вас его не купят. И значок Олимпиады. Такие вещи ценятся. Вот это было все куплено очень по разумным ценам. Я когда озвучу, вы будете просто в шоке. Целая коллекция. Это раньше человек занимался. Его не стало. И очень такие интересные детки решили это все распродать. Фотоаппарат FED4. Индустар И-61. Самый обычный. Самый такой простенький. Ничего сверхъестественного нет. Но, слава богу, щелкает. И то хорошо. Ну, а мы двигаемся дальше. Очень много всего. Поэтому буду вам поэтапно все показывать и рассказывать. И будет у меня, кстати, самый такой прикольный и интересный экземпляр. Поэтому не перематывайте. Зенит Е. Самый тоже такой простенький. Но более востребованный. Так как на нем стоит Гелик 44-2. Тоже интересный, классный объектив. Рабочий все. Щелкает, не щелкает. Сейчас посмотрим. Нет, не хочет. Ну, в принципе, тушка никому не нужна, если кто-то еще не знал. В основном все берут объективы и торгуют ими на eBay. Ну, вот крышка есть тоже. Классно. Затем еще один зенит. Отличается по надписи. На том была немножко другая. Здесь тоже стоит Гелик 44-2. Самые-самые ходовые, друзья. Самые вообще. Я когда еще начинал, в десятых годах, так сказать, часики, статуэтки. Потом фотики у меня подключились. Их было столько, этих Геликов. Я бы, наверное, на одних Гелиусах уже бы набрал бы 1200-300 подписчиков. Их было просто несметное количество. И, как видите, товар есть еще. Нужно просто грамотно заниматься рекламой. Вот и все. То, чему я обучаю на своих курсах. Это нужно делать также очень грамотную рекламу. Затем в коробочке порадовал такой вот интересный экземпляр. Зоркий, замечательный, с индустаром 22. Видите, этот экземпляр явно уйдет подороже. Очень хороший. Как я люблю называть, выдвигалка. Объектив прячется и выдвигается. Это также интересные гаджеты, которые пользуются спросом. И особенно с инструкцией в коробочке. Шикарный вариант. Просто шикардос. Ну-ка, щелкает или нет. Какие-то положительные нотки звучат. Ну, их нужно все почистить, как часы. И будет все very beautiful life. Я вам уже сколько показал. И еще такое же несметное количество находится. Показывать. FAT2. На нем стоит Юпитер 8. Тоже, в принципе, интересное сочетание оптики, фотоаппарата. Такой где-то должен тоже уйти. 800-900 тысяча. Поэтому посмотрим. 64-й год. Поэтому вам буду также параллельно цены называть. Затем, друзья, попался монокль. 8 на 30 МП. Оптика шикарная. Линзы шикарнейшие. Даже он один. Вот в таком состоянии стоит 500-600-700 гривен. Можно спокойно просить за него. Не пошарпаны, не убиты. Лакокрасочное покрытие на месте. Если вы еще новичок, только начнете покупать подобные вещи. Это монокли, бинокли, советскую немецкую фототехнику, объективы. Внимательно обращайте на лакокрасочное покрытие. Вот здесь оно нормально. По корпусу. Потому что, когда будете выставлять, если, не дай бог, возьмете какой-то пошарпанный, то он у вас не продастся. Или же возьмете по завышенной цене, так он у вас и останется. Это такой лайфхак для тех, кто только начинает этим всем делом заниматься. Конечно же, на обучении я рассказываю все тонкости и нюансы конкретно по фотоаппаратам. Есть очень много курсов и часы, и статуэтки и так далее. Ну, такая коробчонка упаковка. Поэтому это только плюс. И состояние отличнейшее. Как новенькие. Вот благодаря такой коробочке. Поэтому, друзья, то, что сейчас покупаете какие-то современные товары, обязательно сохраняйте коробочки. Это часы, фотоаппараты, бинокли, монокли такие. Это только плюс. Потому что лет через 10-20-30 также будет интерес у людей. Ну и, соответственно, в коробочке лучше сохраняются предметы. А теперь, друзья, наверное, один из всех это самый-самый классный объектив. Вот как вы считаете, какая марка этого объектива? Поставьте на паузу и подумайте. Очень хорошо. Потому что одним этим фотоаппаратом я отбиваю все свои покупки. И это еще не все. Сейчас буду показывать с другого пакета, доставать вам. Ну что, вы готовы? Написали? Я открываю крышку. Раз, два, три. Оп. И ничего не видно. Нужно почистить оптику. Такая немножко замулиная. Юпитер-3. Это является дорогой редкий объектив. Особенно тройка и девятка. И волна точно такая же 3 и 9. Поэтому запишите на листочек Юпитер тройка и девятка. И точно так же волна объектива. Они ценные, интересные, дорогие. Особенно Юпитеры девятка. Такие они немножко пошире большие. Очень классная оптика. Но, к сожалению, вот один такой попался. Нужно его будет занести в мастерскую. Сотворять чудо вот с этой передней линзы. Такая она немножко потускневшая. Но, тем не менее, даже в таком состоянии это как минимум полторы тысячи гривен. Как минимум. А то будем стараться и дороже продать. Этот объектив является самый-самый такой интересный из всех. Ну, там еще Юпитер-8 в черном корпусе и Юпитер-37А. Также они являются самые такие, ну, топовые, скажем так. Это нам приходится двигать вперед все, чтобы освободить место для следующих фотиков. FED-5V. Вот такой вот он интересный по-своему. Индустар 61LD. Объективчик. Самый простенький, самый обычный. Работает или нет. Сейчас мы посмотрим. Да, щелкает. И это не может не радовать. Его цена где-то 150-200 гривен. 250 можно просить. Как получится продать. Затем Киев. Это у нас Байонет. Такой вот объективчик. Недорогой. Самый простенький. Тоже обычный. Гелиус-103. Вот были бы все бы Юпитеры тройки. Вот это было бы, конечно, шикарно. Просто вообще подарок. Джекпот был бы. Ну и так. Я вам скажу по секрету. Это джекпот покупка. Такое количество, ну реально, очень давно не было. Очень давно. Где-то 14-15 год. Там с одних рук я мог покупать по несколько фотоаппаратов. Но такую коллекцию, друзья, чуть ли не впервые. Зоркий 4. На нем стоит светофильтр. И Индустар 50-й. И Индустар 50-й. 65-й год. Такой вот он прикольный и интересный по-своему. Поэтому буду потихоньку выставлять все. Если кому-то что-то нужно в коллекцию, пишите мне. Звоните. Контактный телефон в описании. Щелкает еще. Еще живое. Любитель 166. Чехольчик есть на объективы. Тоже такой простенький. 150-200-250 гривен. Как получится продать. Шахта вот здесь вот открывается. Немножко уже там видно от старости. Оно лежало все у людей без дела. Поэтому решили это все продать. Ну, в принципе, мы и не сопротивлялись. А купили. Затем Zenit 4 без объектива. Так вот он по-зверски вырвут просто отсюда. Пообещали найти. По-моему, где-то видели, как детки говорили. Бывшего фотографа. Так что вот такой Zenit 4. Итак, друзья. Целая картина на полу, на кухне. Вы только посмотрите. Оптика. В основном, конечно, преобладают фотоаппараты. Монокль. Без объектива. Сам объектив, как на Красногорске. В общем, самое интересное, самое главное, за сколько же я все это купил. Купил за полторы тысячи гривен. Да, друзья, не удивляйтесь. Вот такая цена. Если кто-то еще не в курсе, не понимает по советской фототехнике, то я вам скажу так. Я продам только один F2 с Юпитером Тройка. И отобью все это. Все свои покупки. То, что я на них затратил денюжки. И это будет весь мой плюс. Где-то здесь около 7 тысяч гривен. Там уже плюс-минус. Будем стараться максимально дорого это все продавать. Потому что экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Но мы не унываем. Двигаемся только вперед. Покупки, конечно, просто шикарнейшие, друзья. Это просто вообще невероятно. Давненько такого не было. Но, наконец-то, это свершилось. Поэтому не ленитесь. Занимайтесь рекламой. Поднимайте пятую точку. И идите хотя бы расклеивать. И будет толк. На меня также работают расклейщики. И скажу вам по секрету. Одно объявление на подъезде очень серьезно сработало. Поэтому выхлоп еще есть. Движение есть. Мой доход ориентировочно 5000 гривен. Даже, наверное, 5500. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...